Такого еврейская больница не видела с момента, наверное, ее основания. Вот такого ремонта, переоборудования, это с одной стороны, с другой стороны, такого отношения к нашим памятникам архитектуры. Мы сохранили все элементы, начиная от входа, восстановили часы, которые были еще в те времена, при поддержке израильского посольства, израильской дипломатии. Внутри вложенные нами деньги, но они, знаете, здесь даже не думаешь о том, сколько мы вложили. Самое главное, видишь горящие глаза медицинского персонала, как они рассказывают. Они впервые увидели, что такое вообще созданные, правильно созданные условия работы. Вся логистика при поступлении больного, ургентного пациента, весь путь, который должен пройти. Не надо бегать по всей больнице, все под рукой. Начиная от помывочной, привезти его, разные люди, при связанном состоянии сюда поступают люди. И заканчивая всей логистикой, это проведение рентгена, ангиографа, томографа. Все, что было предусмотрено, все здесь есть. И вы видите сами, насколько оно... Я думаю, что... Уверен, что во многих частных клиниках такого нет. Например, если мы говорим о томографе, то единственный в городе вот такой, где можно проводить исследования, и при подключенном к кислородному обеспечению пациенте, такого в частных клиниках и в частных лабораториях нет. В нашей городской есть. Нам осталось немножко закончить, навести порядок во дворе. Вся очередность была спланирована, с нами согласована с медперсоналом, с главврачом больницы, реанимация, затем гинекология, сейчас травматология и приемное отделение. Вот, в принципе, то, что мы поставили собой целью, и дальше у нас будет хирургия, к которой мы уже приступили к работе. Это все сделано в одном корпусе. Это первый корпус. Дальше мы планируем переходить на другие корпуса, на другие отделения. Неврология и так далее, и так далее. Я уверен, что оценят одессит, это по достоинству. Я желаю никогда не бывать здесь, но только по медицинским показателям не бывать здесь. А в принципе, побывать и посмотреть, и сложить свои впечатления о том, что же такое еврейская больница, и как она выглядит. Я думаю, что многие будут удивлены. Так же, как я сегодня удивлен был, насколько правильно своевременно мы начали. Мы планируем здесь не только на все порядок, а медицинская часть, с точки зрения, в плане восстановить фасады, в том числе с улицы Мясоедовской, по всем вокруг, чтобы это было видно, что это еврейская больница. Это такая изюминка Одессы, и самое главное, одна из самых функциональных больниц, работающих в ургентном режиме, больниц нашего города. Мы планируем, если дальше у нас все будет, и все придут оборудования, которые мы запланировали вовремя, мы планируем открытием 10 апреля, день освобождения города. Думаю, вот такой подарок к очередному празднику, к нашему Дню Победы Одесскому, сделать такой подарок Одессы. Это похоже уже на юридическую больницу. О, сюда приезжает скорая помощь, санкровочная зона, санкровочная зона, регистратора, ресепшн и санитарная. Это мы повесим, если там успешно. Да, это специальные кушетки, которые имеют возможность, то есть, по перекатыванию, они поднимаются. Поднять наверх, то она опустится. То есть, это для удобства проведения каких-то мероприятий. Тут экранчик для лаборатор, экранчик для врача полоскопических исследований. Продолжение следует... 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 Причем оно подпружиненное, то есть оно легко снимается. Сейчас посмотрим, как могут закрываться двери. Все, все датчики работают. И все здесь в шаговой доступности. Спасибо Вам за такую оценку профессиональную. Мы будем стараться. Вот, Саша, я говорю, зайдя сюда, ты не поймешь, ты в Одраксе, в Екатерине или где-то.